Татьяна Владимировна, вопрос тот же. С чего вдруг? Окей, вы начали. Дима на вас орал. Зачем руки распускать? Я вам задаю простой вопрос. Я не распускала руки. Вы толкались. Зачем его руками? Чтобы он зашел, говорю, Оля, забери своего мужа. Зачем руками? А как его, ногами надо? Словами. Потому что он вылетел из комнаты и начал вот так вот орать на мою мать. Вот так вот. Вот так вот. Вы нормальные люди. А как его по-другому успокоить? Алена попросила вас. Она сказала, я с Ильей ставлю точку. Ну, хорошо. И хочу начать новую жизнь. Я начинаю. На что ты почему-то вспылил, начал кричать, чем тебе деньгами помочь, хоровод мужиков тебе привезти. Избить его пойти. Вот непонятно. Да, вот вариант был избить Илью. Это к чему было вот это вот? С этого же все началось. Откуда такая болезненная дикая реакция? Я спрашиваю, чем тебе помочь? Чем помочь? Дим, все, вот и зрители в том числе. А потом мама кричит, Алена, мы тебе ноги поломаем, руки поломаем, дамы тебе на место поломаем. Я что, вещь какая-нибудь? Нет, у нас здесь свобода слова, секунду. И мы будем говорить каждому, мы тут никому не закроем. А если при этом, так тем более. Ты большой молодец, ты большой молодец. Как ты отказываешь? Слышишь, что она говорит? Без меня будешь жить, а тебя отказывается. Да жили, жили, не будем дальше жить, и что? Я тебе что сделала плохого? Я тебе еще раз говорю, ты смеялась, ты ржала, стояла. Я тебе говорю, Оля, это не смешно. Я смеялась, потому что я нужна ребенку, позитивно, с радостью, с улыбкой. Я смеялась, я надеюсь, что я махала. Мама, чекала твоего ребенка, Оля. Ты смеялась, ты смеялась, ты смеялась, ты смеялась. Я ее ночью, чекала, таялась. Я его злы, я его успокоила. Должна была забрать мужа. Я забрала мужа. Можете по очереди говорить, вы себя слышите? Я сказала, успокойтесь всем. Послушай меня. Ты, мама, осталья у нас, покройся. Рот свой, закройся. Дима, успокойся. Рот, закройся. Рот, закройся. Почему ты так разговариваешь? Рот, закройся. Я сейчас хочу сказать. Рот, закройся. Ну, это родители твои, Оля. Без меня не выбирать, как говорится. В тот момент, когда, ну, назовем это, мини-потасовка произошла между Димой и твоей мамой, мама ждала от тебя, что ты встанешь на ее сторону. Да? Да. Это перевожу тебе ее позицию. Я поняла, но я ей объясняю, что я люблю тебя, мама, и люблю своего мужа. Я взяла Диму, говорю, Димочка, выдыхайте, ребята, все успокойтесь. Мама, Алена, не нервничай, тебе, Алена, нельзя. Ты встанешь мамой, потом поймешь. Мне, говорю, ребенка вы разбудили. Я кормила малышку. Я, чтобы не плакать, чтобы ей не давать свою энергетику, потому что у меня ребенок все чувствует. Вы начали что? Орать там, не знаю, оскорблять Диму. Я его забрала в комнату, вы продолжали, вы продолжали кричать, когда я его стала толкать. Забери его. Что-то вы Илью Ибарова не толкаете, когда он за ха посылает вашу звоночек. Еще раз говорю, ну, конечно, конечно. Он посылает семью на три буквы. Ты говоришь, что он всю семью ест. Я одну не посылал, еще раз говорю. А что это плохое? Сегодня он у тебя был идеальный, Дима. Вот что странно. Да мы за семью, а не про человека, что плохое не хотели. Хороший. Нет, Оля, давай разберемся в принципиальном вопросе. Она твоя мама или она собака? Нет, я... Я... Что? Я тебя спрашиваю. В смысле? Просто твой муж утверждает, что они собаки, которые на него накинули. Это моя мама. В смысле, неправда. Он сказал сегодня и сейчас на лобном повторил. Да, потому что они нападают в твою. Я и спрашиваю, они собаки или твои ростные? Не надо тебя туда подтягивать, бредный несчастный. А вы не потянете, Айон, это слово. Я переломаю ноги твоему псу. Я там... Какого псу? Неправда, вранье. Еще раз скажу, не было вранье. Покажи, ты бременна. Я не могу это слушать. И дома. Он за бред. Он на место. Он издевается. Если вы говорите, Оля, поставь его на место, тогда ставьте себя на место. Тихо! Научите уважать хотя бы, если вы мама. Покажите пример. Слушай, ты. Слушай, ты. Вот и слушайте, ты. Слушай, ты охренела, он рот свой закрой. Это у меня мужика, блин, нет. Я тебе говорю, я попрошу друга своего. Успокойтесь. У тебя ноги за мать переломает. Я не позволю, я не позволю, я не позволю. Я не позволю так со мной разговаривать. Еще раз говорю. Он сказал, уважайте. Еще раз говорю. Тишина. Тишина. Дим, зачем маме разжигать все время конфликты? У Татьяны Владимировны нет своей личной жизни, друзья. Как-то я с ней разговаривал здесь и говорю, Татьяна Владимировна, дай бог, чтобы к вам пришелся. Хорошо, у нее нет личной жизни. То есть что, она хочет, чтобы ей дочки были одинокие? Она любит мою личную жизнь, она живет жизнью, так же и Аленой. Это нормально, мать живет. Пускай живет, пускай живет. Причем сконтрит прожигать. У меня семья, послушай, у меня взрослая дочка, уже 30 лет, мне 30 лет, у нас ребенок. И что, она будет постоянно с нами, что ли, здесь? А ты когда... Зачем ты его оскорбляешь? Вы меня не оскорбляйте, пожалуйста. За что? Вы мою маму оскорбляли, как она меня воспитала неправильно. Ты местный хорист для меня, ты местный хорист. Еще раз говорю, не надо. Будь ты выше, не надо. Я еще раз говорю, с этого дня больше от меня помощи не ждет. Я хочу от вас твое решение. И вы от меня больше хорошего. Тотальный игнор будет. Кошмар, как ты? Я никого не буду. Оля, Оля, Оля. Олечка. Ты меня не любишь, да? Нет, конечно. Ты меня ненавидишь, ты меня не уважаешь, мам. Все, живите как хотите. В смысле живите как хотите? Мама, еще раз говорю. Мама, приди, ты с вами, мама. Успокойся, ты, что ты сейчас разлыла? Что ты там не наказала? Может, я скажу? Да я жалю за Олю, что я вам это пальцем делала. Можно я разлюсь, что я вам это пальцем делала? Слышь, это устроение. Мне слово дали, Оль. Как вам не стыдно. Это шип, шапито. Открытый театр. Вообще, просто кукол каких. Что вот сейчас слезы? Мама, мамочка, ты что, мамулечка, ну я же. Татьяна Владимировна, у меня к вам вопрос. Но вам не кажется, что это правда несправедливо брать и выбирать между двух дочерей и еще выбирать Алену, а не Олю? Вообще, кому выбирать? Это прям вот по ноптикум какой-то. Я вам еще говорю, что я этой семье больше помогать не буду. То есть вы отказываетесь от дочери. Не покажите, не покажите меня. Стоп, стоп, стоп. Все, я сказала, это мое решение. Она сказала, что отказывается от дочери. Ты слышал это? Да, 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 слышал. Как, подожди-ка, как вы помогали мне? А ну-ка, расскажите-ка. Да, успокойся. Как? Борщи, морили щи? Да, успокойся. Пожалуйста. Спасибо, секунду. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, Татьяна Владимировна. Только когда вас так же не было, я так же помогал и вашей младшей доченьке. Так же кашей готовил и все остальное. Я этим не тыкаю и потыкаю здесь, понимаешь? Да зарубите себе на носу. Здесь сидишь, шерезон. У вас две дочери, вы не должны убирать. Доктор, доктор. Что? Да, послушай, попал, да? Попал. Вот, правда, правда. Самый лучший способ нападения, не надо, говорю. Ты сейчас лопнешь просто. Еще раз говорю, я могу сам помочь себе, от своей дочери, от своей жене. Так это вы помните от своей жадности. Вам только давать, давать, давать. А от жадности причем? Какая жадность у меня. Друзья мои.